Доброе утро, друзья! Я нигде бы то ни была, мы снова в Таиланде, представляете? Такая у нас сложилась неожиданная поездка, мы с вами не виделись даже с лета, а сейчас мы уже находимся на Пхукете. Мы прилетели вчера вечером поздно, ну как вечером, в ночью уже, я бы даже сказала, потому что времени было у нас где-то полночь. И пока оттуда-сюда разобрали вещи, в общем, легли спать, такие были усталые, я ничего не показывала. Про наш перелет скажу буквально пару слов и покажу видео нарезку небольшую. В целом, пролет прошел хорошо, наш был первый прямой рейс, который летел из России на Пхукет. 9 с небольшим часов длился наш полет. И дальше мы взяли такси от отеля и уже нас привезли сюда. Мы находимся на резорте, который называется Мандарава. Мы выбрали его по букингу, за расположение, за красивый вид, кстати, который я сейчас покажу. Так, вот мы пришли к ресторану, где у нас будет проходить завтрак. Отель находится на горе. И вот там вдалеке, вот где мой палец, там море. Сейчас какой-то такой небольшой период дождливый. Например, всю ночь шел дождь, сильная вода, теклась гор. Я прям даже переживала, как тут вообще все, что некоторые размыло дороги, столбы поваленные. В общем, такой, знаете, как апокалипсис небольшой. Давно мы такого не видели. Но, видимо, какой-то вот сейчас еще небольшой не сезон. А людей пока не знаю, много или мало. В общем, будем наблюдать. Но мы уже наслаждаемся природой, погодой и вот такими красивыми видами. Да, Саш? Да, море видно, кстати. Да, я только что об этом сказала. А я же не слышал, что он подошел. Вот у нас Регина. Андрюша с Илюшей у нас остались у дедушки с бабушкой. Сейчас в России каникулы детские. И поэтому они у нас просились на каникулы еще с лета. И, собственно, каникулы у дедушки с бабушкой были запланированы давно. Ну, а мы решили внезапно вот так съездить в Таиланд. Когда узнали, что есть прямые рейсы. Если не снял, значит не было, да? В общем, мы набрали себе еды. В такой, в тайском стиле. Я с дуру взяла этот карри суп с ананасом. Невозможно просто есть перченый. Не берите такое. Вот так вполне себе. Видите, хороший завтрак, да? Есть еще всякая выпечка. Мы пока еще до нее не дошли. Идем с завтрака. Покажу немножечко территорию нашего отеля. Смотрите, какой он красивый. Здесь бассейны так оформлены в горах. Вот с той стороны я показывала море. Вот здесь. И вот мы живем в таких домиках. Сейчас покажу вам, кстати, обзор нашего номера. Смотрите, кого мы нашли прямо у дома. Настоящую живую черепашку. Черепашка идет. Вот она прямо к нам в номер идет. Вот так раз-раз. И вот наш номер. Мы не только черепашку. Вот черепашка. А вот и улитка на дереве. Как Регина говорит. На кустике прямо. Тут у нас в мире животных. Мы арендовали байк. И доехали до Корона. До вот прям видовой площадки. Называется она Current View Point. Сейчас я покажу ее с другого ракурса. Хочу сказать, что когда мы были на Самуи, нам показалось, что прям такой остров в запустении. На самом деле здесь то же самое. Тоже очень мало туристов. Сами знаете, по каким причинам. Вот и много что закрыто. Но все равно красивые виды. Сейчас покажу вам. Это как раз известный Корон View Point. Здесь у нас вид на вон там пляж Корон. Вот Ката. И по-моему там вдалеке даже Потомка. Если я не вру. Так, кто знает, напишите. Я уже забыла. И сейчас мы дальше двинемся на Найхарн. Кусюша, что ты там увидела? Птичка, орел, да, Ригина? Фотографируется. Мы приехали на еще одну видовую площадку. Здесь уже у нас вид будет на Найхарн. Еще один пляжик небольшой, яной. Вот Найхарн. Знаменитый вот этот отель. Все узнают, да, этот пляж по нему. Кстати, людей немного. И прям местечко вспоминается. Мы сюда приезжали в первый раз, когда старшему исполнялось только три годика на день рождения его. А сейчас вот с Региной уже приехали. А вот маленький пляжик Яной. И тоже так носили детишек при носке. Тут вообще почти людей нету на этом маленьком пляжике Яной. Мы в основном, я помню, там обитали. В наш первый год вот на этом, на Янойчике и на том, на Найхарне. Считается пляжик, где в основном русские и много деток. Хочу показать наш первый отель. Когда мы первый раз прилетели в Таиланд с детьми, нас привезли ночью, и мы заселились вот в этот отель. Он называется Windmill. Вот сейчас, видите, он закрыт. Но тогда он был прекрасен, просто шикарен на самом деле. И у нас был красивый номер. Мы спустились, там были потрясающие завтраки. Знаете, такой American Breakfast большой, сытный и с этими вкусными соками, с кофе. И мы ночью прилетели, нас как-то заселили. Мы ничего не поняли, что там, как там. Короче, сейчас загляну чуть-чуть вот сюда. Вот, видите, как здесь тогда было. Заходили вот сюда, вот тут был ресепшн. Там бассейн. Вот, и у нас окна вот тех номеров выходили прямо вот сюда на джунгли. Я помню, было темно, вообще ничего не понятно. И потом с утра мы просыпаемся. И вот здесь вот прям смотрим на все эти пальмочки, на деревья. Нам тогда казалось, что какой-то потрясающий вид. Сейчас смотрю, ну, вид как вид. А тогда прям это было волшебно. Вот такие вот номера здесь. В общем, наш такой прям первый отель и первые впечатления были потрясающие как раз вот о острове Кукет. Едем дальше. Мы выпили кокосики. Что-то я даже не показала. Их такие большие кокосы нам достались вкусные. А сейчас мы приехали кормить слонов бананами. Аттракцион невиданной щедрости стоит 100 бат. Берешь банан и, пожалуйста, слоник твой. Вот он уже приготовился бананы вкушать. Прям довольный. Крутит своим поводом. Смотрите-ка. Мы уже присели пообедать. В кафе-веранда. Том-ям. Креветочки. Рисок. Смотрите, какая вкусняшка. Красота. Давайте сделаю обзор нашего номера. Вот такой у нас номер. 55 метров. Здесь балкончик на улице. Здесь я. Есть. Здесь Регина. Говорит. Здесь я. Такой у нас балкончик. Бассейн впереди. Сушилка. Дальше мы из номера проходим. Здесь входная группа у нас тут. Здесь вещи. Кстати, очень странно, что нет полок. Вот мы их просто вот так положили. Даже вот в этой нише нет полок. Просто ниша. Шкаф, где можно повесить немножечко вещей. И ванная. Есть большая ванная с окном. Зеркало. Душевая. Туалет. Халатики. Шлепанцы. Все включено. Прекрасного доброго денечка. У нас уже время идет к закату. И мы решили отправиться сегодня на Буду. Мы там не были довольно давно. Вы знаете, что Буду это вечная стройка. Интересно посмотреть, как сейчас она на каком этапе находится. Может уже даже построили. А может что-то еще придумали. В общем, будем наблюдать вместе. Я уже показывала территорию нашего отеля. Показывала наш номер. Вот у нас тут вкусные завтраки разнообразные. Мы сегодня ходили на пляж на Корон. Что-то я телефон свой не взяла, поэтому ничего не сняла. Но я завтра исправлюсь. Еще хочу показать такую красоту. Вот именно в таком солнышке, таком ближе к закату, почему-то очень красивые цвета. Видите, блестит море. Такое зеленое-зеленое дерево волшебное. Мы уже подъезжаем к Пуде. Вот так вот мы едем, едем. Что-то в этот раз нам в тьме не попасть. Мы уже подъезжаем к Пуде. Вот нам вон туда, вон там. Езжаем пусть уж нам вон туда. Мы видим слонов. Вон они, вот там проезжаем. Вот как слонов. Здесь квадроциклная. А, они переместились. Да-да-да. Вот слоник-малыш. Они переместились раньше, они были в другом месте. Мы уже приехали к Пуде. Я думаю, что большинство из тех, кто был в Таиланде, обязательно посещали это место. И мы здесь уже были раз 10 или 8 точно. Вот, и сейчас мы просто приехали посмотреть, что изменилось. Покажем. Посмотрите, здесь, как обычно, статуи с песнопениями, сувенирка. Вот смотрите, появилось вот такое какое-то здание. Внутри, вот здесь, под лестницей. Раньше его не было. Вик-Будда, это, конечно, красивая, большая смотровая площадка. Вот сюда вид у нас. Там, с другой стороны тоже. Вот сам Вута. Такие ступеньки к нему сделали. Когда мы здесь были последний раз, там все было в процессе. Сейчас уже закончилось, но я вижу, все равно стройка идет. Что-то там доделывают. Вот, мы уже поднялись наверх. Статуи, они тут всегда были. Очень страшно. Нет. Что-то там, что-то там. Что-то там, что-то там. Что-то там, что-то там. О-о-о-о. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы делали так несколько раз, но сейчас мы пришли поздно, поэтому все монахи уже, наверное, отправились по домам. А еще помните вот такую вот стуку, да? Нужно здесь натирать. Если упадет звук, значит чистая душа. Мы так раньше практиковали, у нас получалось. Продолжение следует... Так, а вот здесь всегда можно было положить копеечки и на каждую позагадывать по желанницу. И вот здесь, кстати, завязывали веревочки, но сейчас уже закрыто. А обычно у них загадывали желания с веревочками. Кстати, друзья, хочу заметить, что с этого раза вот эта вот одежа, которая раньше выдавалась бесплатно, она сейчас стоит 150 бат. Мы не взяли ничего. Мы не взяли ничего. Думали, выдадут, но нет. Пришлось купить. Так что имейте в виду, кто поедет, если не хотите тратить и не подвязываться полотенцами, то лучше сразу одеть какую-то соответствующую одежду. То есть, платьишко подлиннее или что-то такое. А вот и обезьянка нам попалась. Вот она, представляете? Хозяйка этой территории пошла. Их три обезьянки. Вот они. Саш, держи ее, Саш. Куда пошла дальше? Инспекцию проводит. Вечерний рейд. Осмотр своей территории. Ты куда здесь? Да? Ты куда здесь? Вот, сейчас допьет кока-колу. Что там осталось, ребят? Она вылила и пьет. Еще одна за тебя стоит. Мы снова пришли на узел и опять в веранду. Нам очень понравилась эта сеть кафе. Мы здесь заметили уже три кафе-веранда. Чем особенно, да? Что все очень вкусно. Здесь и тайская, и русская еда. Есть развлечения для детей. И ценник совсем приятный. Сейчас покажу еще, какая здесь игровая. Ну и потом блюдо. Да, вот для деток. Здесь всегда русские. Их очень много. Сегодня прям такой аншлаг, что даже на улице сидят. Вы узнаете, это кафе по Маше и Медведю. Они находятся около каждой кафешки. Ну и такая вывеска с логотипом веранда. Русская тайская кухня. Сегодня мы ждем подольше, потому что прям фул, фул, полная посадка. И обычно особенность, да, что еще, что здесь быстро так приносят еду. И все всегда вкусно. Вот прям всегда. Нам пока еще ни разу не положили что-то не очень. Да? Угу.